А тут у нас возник вопрос, как бы сделать так, чтобы создать некое рабочее место для некого гейм-дизайнера, который вбивает какие-то данные, конфигурирует, чтобы был автокомплит и всякие такие замечательные штуки. В принципе, с экшн-скриптом это никаким образом не связано, кроме того, что у нас есть некие возможности для генерации экшн-скрипта. Дополнительные. По сути, мы будем использовать только платформу МПС. Но данный урок покажет, как можно расширять свои рабочие места и автоматизировать. И я думаю, куча мыслей по этому поводу должна возникнуть. Сначала мы просто создадим новый проект экшн-скриптовый. Любой. Возьмем на myFirstAdvSale. Вот, next, next. Все по умолчанию. По стекшн-скриптам. Пока он создаётся, мы посмотрим некие прототипы, которые были предложены, представлены для того, чтобы конфигурировать. Вот должна быть такая структура используется уже в реальном проекте, в котором есть декларация некой структуры, которая имеет сиподобный синдексис, структура, поля, её типы, дефолтные значения и наследование от такой другой структуры. В конечном итоге мы должны сгенерить какой-то JavaScript на основе этого всего дела. Тоже не представляет каких-то сложностей. И какой-то экшн-скрипт, который тоже не представляет каких-то особых сложностей, кроме того, что, наверное, мы бы, честно говоря, это даже как-то на экшн-скрипт особо не похоже. Ну, не важно. В принципе, что мы будем генерировать на экшн-скрипта, это уже другая задача. Вот. Теперь мы возвращаемся в наш редактор, закрываем вот эти вот замечательные сообщения. Вот у нас просто один класс. Что мы должны первым делом сделать? Мы должны перейти на WMPSView, потому что мы начнём заниматься лангвидж-разработкой. И кликнем правой кнопкой на проекте и выберем WMPSView. Назовём его MyBSL. Назовём GameConfig. По умолчанию мы видим, что где-то в нашем проекте будет положен модуль, папочку Languages и всё такое прочее. Обычно все языки идут по пути расширения какого-то. Языковое расширение обычно расширяет что-то, добавляет новые конструкции в базовый язык. Этот пример сразу немножко отличается со стандартного подхода. Он предполагает создание языка с нуля. То есть все токены, которые у нас там будут в этом языке, они все локальные для этого языка. Вот мы теперь развернём наш замечательный язык и видим там структуру, editor, constraints и всё остальное. Что мы первым делом создаём? Мы создаём, кликаем на структуру, нажимаем правой кнопкой либо Ctrl N, ещё удобнее, чтобы список только показали. Выбираем самый первый из списка концепт и назовём его ProtoDeclaration. По умолчанию он наследуется от без концепта, потому что мы делаем язык с нуля. Иногда предполагается, что мы наследуемся от каких-то языковых конструкций языка, которыми мы считаем базовым. Второе, что мы делаем? Мы указываем, что это root. Это заставит редактор в будущем добавить в наш замечательный диалог наш новый конструктор. То есть, когда мы в экшн-скрипте будем находиться, у нас где-то здесь появится такая штука. Вот, первое. Теперь второе. Мы бы хотели... Наверное, мы хотели бы, чтобы наш язык... Ничего, мы не хотим, эта мысль пропала у меня, по ходу. Потому что вмешать экшн-скрипт и этот маленький язык, что мне захотелось сделать, чтобы наши языковые конструкции были наследниками концептов экшн-скрипта. Кроме небольших профитов, это рождает огромное количество проблем в данном конкретном случае. Поэтому мы так делать не будем. Вот. Вот наша proto-declaration. Это как раз тот замечательный наш объект. Он имеет ссылку на экстенс. То есть, теперь мы делаем некую модификацию нашего концепта, где мы указываем референс. и референс указываем proto-declaration. Экстенс. Это может... Отношение может быть либо 1, либо 0,1. То есть, мы предположим, что у нас иногда может быть не наследоваться ни от чего, а только иметь пустое значение. Первый этап. Второй этап. Мы должны понять, что у нас есть пара ключей. То есть, есть значения. Вот это значение... Мы должны тоже сделать каким-то образом декларацию этого значения. А теперь мы делаем опять же new или Ctrl-M. И выбираем еще раз концепт и делаем proto... Тоже базовый концепт. И вот он уже у нас имеет что? У нас имеет имя. Вот мы здесь в Properties нажимаем Enter, нажмем Name. И здесь выберем string. Первое. Второе. Мы имеем Type. Type тоже каким-то образом мы должны декларировать. Type. А вот здесь вот мы хотим сделать некую такую дополнительную штуку, которая называется InumDataType. Вот. Назовем это Type. ProtoType. Ok. MemberType у нас будет string. Дефолтный первый member. И теперь мы пишем всякие декларации наших типов. Что мы там видим? Мы видим string. Мы видим... Так. Кстати, я не прав. Проблема в том, что мы должны ссылаться на какие-то другие типы. Вот. И поэтому мы, наверное, не будем так делать. Была красивая идея, но все мешает вот эта вот ссылка на реальный концепт. Тогда мы сделаем чуть по-другому. Удалим наш замечательный ProtoType. Удалим наш Type. И сделаем, скорее всего, референс на наш Type. И сделаем вот этот ProtoDeclaration. Назовем его опять же Type. Он должен быть у нас один обязательный параметр. Вот. Теперь следующее. Следующее. У нас есть дефолтное значение. Дефолтное значение мы, наверное, сделаем строкой. Чтобы сильно не мучиться. Вот. Хотя мы здесь видим кучу всяких дополнительных штук, мы все-таки внедряем здесь сюда некий код. Мы внедряем сюда код. Как следствие, нам нужен язык более сложный, чем… Ну, пока мы сделаем все-таки строку. Сделаем строку. И здесь мы делаем DefaultValue. Сохраним. Нужно запомнить комбинацию клавиш Command и F9. Мы генерим текущий модуль. Иногда мы сделали регулярно этим заниматься, для того, чтобы хотя бы проверить, что у нас нет никакого битого кода. Не поломался нигде. Что-то происходит. Мы делаем Rebuild. Это всего лишь для того, чтобы проверить, ага, на этом этапе мы имеем валидный сгенерённый код. Вот. Эти варлинги мы отожмём, что лишний раз нам не сыпалась ни лишняя информация. Ещё для того, чтобы лучше всё это у нас генерилось, неплохо бы зайти в настройки и в генераторе указать, чтобы он генерил несколько процессоров. У меня два процессора, они ещё удвоятся на хибернете, поэтому это за четыре. Окей. Теперь следующая такая интересная штука, которая называется Editor. Одна клавочка такая справа. Каждый концепт имеет своё визуальное представление. Вот мы кликаем на концепт Editor. У нас для по умолчанию что-то сгенерилось. Вот. Что это такое? Это некий DSL, опять же, который описывает, как вы должны отображать, визуализировать наш код. Вот. Для этого мы здесь начинаем. Для начала нажмём в Control Space и увидим всё богатство выбора, которое перед нами сыплется. А на самом деле очень простой язык этот Editor. Он, вижу, занимается тем, что визуально в виде ячеек на экране показывает для пользователя сам код. Мы ещё называем это вёрсткой кода. То есть мы делаем визуальное представление на основе там наших вкусовых предпочтений или нашего видения, как мы хотели бы видеть наш код. Ну, в принципе, визуализация этого кода – это просто дело вкуса, кто как может сделать. Ну, мы имеем некий прототип, структ, бла-бла. Вот. Ну, так мы, например, так и сделаем. Вот квадратную скобочку открываем, а это на квадратную скобочку у нас всегда начинается некий layout. Лайауты бывают. Идент, вертикал, горизонтал. Обычно нужно использовать, лучше всего использовать, можно использовать вертикальным горизонтальным лайаутом. Более advanced практика – это использовать indent layout. Давайте, чтобы не путать, сделаем через горизонтальный layout. Вот. И я ошибся. Скорее всего, нам-то нужно сделать не горизонтальный, а вертикальный. Вот. Есть еще один путь. Мы просто выберем вертикал здесь, и у нас будет вертикальный layout. А вот вертикальная ячейка будет включать в себя горизонтальный layout. Вот. Мы уже запомнили, как это выглядит. Мы делаем квадратную скобочку, угловая скобочка, ну, или такой space. Вот. И можем писать что-то. Вот в эту ячейку мы добавим слово struct. Это некая ячейка, которая называется константой. Один раз я ее покажу в автокомплите, а в следующий раз я буду просто набирать const и туда добавлять какие-то буквочки. Вот. Делаем struct. Следующий этап. Мы видим название. Вот здесь вот напишем name. Выбираем из автокомплита. Нажимаю скобочку нажать и выбрать name. Следующий этап. Это опять мы делаем const. Делаем extends. И здесь вот выбираем. Уже не с фигурной скобки начинается, а с знака процента. Это все наши ссылочки либо дети. Они могут выбраться таким образом. Нам нужен extends. О, господи. Я совсем в другом месте. Я делаю property. Ок. Извиняюсь. Делаем ctrl-x. И это замечательный. Этот код переносим вот сюда. Опять то же самое. Повторяем. И здесь у нас тоже есть name. И его точнее нет. Мы переходим назад. Делаем property. Name. String. Мне кажется пока все. Заходим в редактор. Нажимаем здесь ctrl-space. Туда есть у нас name. И вот здесь вот мы выбираем extends. Есть такая небольшая магия. Когда мы работаем со ссылочками, мы должны указать, когда мы на что-то ссылаемся, какое свойство нам используют для автокомплита и отображения этой ссылки. Вот всегда обычно используется name при этом. То есть мы вот здесь вот в extends появится имя той ссылки, той декларации, на которую мы ссылаемся. Вот. Можно, например, воспользоваться другими свойствами. Но чаще всего это просто имя. Первое. Теперь мы делаем некий закрывающий блок. End у нас называется. Вот. А вот между ними должны у нас появиться некие property. для этого мы делаем опять же вот такой вот вариант. Делаем какой-нибудь indent. Так. Indent вот такой вот. А потом мы делаем наши замечательные property. так. Есть ли они у нас? Нет, они. Proto declaration. А здесь нам нужно добавить уже не детей, а children. То есть наши свойства, которые мы будем декларировать, находятся в отношении aggregation, не reference. и мы добавляем их в чьи-то. И пишем Proto property. Вот мы делаем Proto property. Обычно имена такие называются в единственном числе. даже когда у нас отношение множественное. Вот мы делаем 0m. Отношение. Вот. И заходим опять в наш редактор и выбираем нашу замечательную свойства property. Вот. И так как они будут располагаться у нас вертикально, мы зайдем в инспектор и выберем layout vertical. vertical. Они будут сейчас располагаться у нас вертикально. Вот. Для того, чтобы пользователю помочь, что это нужно здесь отобразить, мы можем поменять вот эту ячейку. Ну, не важно. Надо уже что увидеть. Вот. Теперь мы опять берем наш проект. И видим, что она что-то поломалась. Proto property. Мы заходим сюда и видим, что у нас здесь пустая ячейка. Он на пустые ячейки никак не может с ними жить. Вот. И здесь мы что делаем? Мы добавляем name. Смотрим наш прототип. Делаем константу. Константу. Делаем две точки. После этого добавляем type. И опять же name. Стандартная практика. Здесь мы делаем констант. Default. Так. Дефолт. Дефолт у нас таким вот замечательным символом был помечен. Ну, двоеточие. Здесь вот дефолтная не фигурная скобка, а баксик. А, нет. Default. Default. Валюи у нас в виде строки. Окей. Default. Валюи в виде строки. Главное здесь нужно нам сделать такую штучку, чтобы нам не пугать пользователя. И сделать возможным, чтобы текст, во-первых, мог быть пустым. True. А во-вторых, а во-вторых больше ничего не надо. Просто он будет у нас пустой. Так. Извиняюсь, не то набрал. Вот здесь. Allow. Empty. True. И вот здесь вот мы сделаем какую-нибудь, не знаю, вам ничего не будем делать. Вот так. Хорошо. Уже можно отмерить генерим. Теперь мы хотели бы наш код проверить в действии. Как говорится, без визуальной части невозможно никак. Мы сделаем, во-первых, мы сразу зайдем в проект, сделаем New Solution. Это же самое. Solution – это некий пакет, модуль, который хранит в себе код. Тест. Тест. Много слов. Подождем пока у нас что-то пройдет, какой-то процесс. Тест. Теперь мы заходим на замечательную бумагу и пишем. Смотрим. Ага. Есть такая снорность, которая никогда не видна в нашей замечательной ActionScript View. Вот так. А здесь, когда мы используем его название, мы укажем ссылку на наш замечательный... Вот так. Как же он назывался? Наш лендеридж. А! GameConfig. Вот. Мы добавили ссылку на наш замечательный GameConfig. и все. Больше ничего нам не надо. Сейчас какая-то ругань. Не обращаем на это внимания. Вот. New. Так. И вот почему-то ничего у нас не происходит. Хотя на самом деле. Ратински добавим так. А! Я указываю used. Окей. Делаем. Так. New Solution. Хорошо. Почему здесь... Не появился наш замечательный Proto Declaration? Я не знаю. Вот. Proto Declaration появился. Нажимаем Enter. И видим, что он такой некрасивый у нас выглядит. Сейчас мы это быстро поправим. Proto Declaration. Вкажем его имя. MyProto. Он уже как-то рабочий это выглядит. Ссылки у нас опять же ссылают на какой-то другой Proto Declaration непонятный. И здесь мы можем добавлять уже наше значение и что пописать. Это первое. Во-первых, я бы хотел исправить визуальное представление. И что бы я сейчас, во-первых, хотел показать. Во-первых, такая вот дополнительная штука, что часто нам для навигации по нашим языкам удобнее пользоваться примерами наших языковых расширений. Вот. Поэтому я специально закрыл все окошки и оставил только наши языковые расширения. И вот здесь такая замечательная штука. называется GoToConceptDeclaration. Вот. Нужно запомнить эту комбинацию клавиш. Это Windows Shift Control. Даже уже не помню, у меня прям все это на пальцах. Сохранилось бы. To Command Shift S или Control Shift S на Windows. Вот. Таким вот образом мы заходим и можем прыгать сразу в наш код. То есть, если нам нужно проперти, мы сделаем так. Мы откроем его, выделим и тоже продним наш код. Мы попадем в нашу проперти. Вот такой замечательный способ. А во-вторых, если мы закроем наш код, то мы имеем такую штуку под названием FindUsage. Мы можем сделать Alt F7 и замечательную такую галочку нажать Concept Instances. Вот таким вот образом мы можем поискать примеры этого языкового расширения. Это поможет иногда просто поизучать. Вот мы видим какой-то язык, имеем его исходники и хорошо бы посмотреть, как эти языковые конструкции где-то используются. Вот. Что я хотел сделать? Я хотел, во-первых, чтобы во время автокомплита у нас был какой-то замечательный нормальный текстовой бит. Вот. И мы сделаем какое-нибудь, придумаем ему название. Инструкт. Так же мы и сделаем. Во-первых, нужно сделать алиас и сделать структ. Command F9, чтобы перегенерить. И что мы видим? Мы видим то, что во время добавления мы видим какой-то вполне рабочий, читабельный код. И здесь появилась штука. Ну вот, допустим, добавим мы еще один структ, а у нас будет всего лишь два. Как заставить наш компонент визуально представляться в табах и в какой-то, ну, в нашем Project View. Вот мы заходим к росту от Declaration и открываем замечательную закладочку Behavior. Behavior, на самом деле, по сути, это методный концепт. Это его некий функционал, который мы выносим в behavior поведение. Вот здесь можно добавить к нему метод. Вот. Enter нажали. Метод добавлен. Нажимаем Tab. Перескакиваем на имя. Метод. Нажимаем Ctrl Space. Вот здесь мы видим Get Presentation. То есть мы делаем Overwrite нашего метода. Писать нужно на Java. Точнее не на Java, а некое расширенное такое Java для MPS. Там всякие есть DSL-ки полезные, которые позволяют писать языковые расширения более компактно и быстро. Много синтезического сахара полезного для разработки. Вот. И здесь мы должны вернуть некое текстовое представление. Нашим текстовым представлением является name нашего концепта. Все. Этого достаточно. Теперь нажимаем Command 9 и волшебным образом видим изменения в нашей фанельке. Вот. И еще нам нужно закрыть наши фанельки. Вот. И почему-то здесь ничего не поменялось. Хорошо. Пока я еще не знаю ничего. Не будем пока запрещать мотор внимания. Вот. Ну и здесь мы можем написать. Нажимаем Alt F1. Переходим в MPS и нажимаем удалить. Потому что не нужен лишний концепт. Пока будем работать только с одним концептом. Вот. А хотя нет. Протобейс нам интересен. Вот мы создадим здесь как раз новый концепт, который называется Proto Base. Вот. А. Кстати здесь у нас уже все правильно. А вот здесь у нас почему-то неправильно. А можно было один раз изменить. Или все сработает. Вот это немножко немножко некие вещи удивляет. Но, можем сказать, для оптимизации работы редактора некоторые триггеры в редакторе срабатывают только при изменении. Ну и еще помогает клавиши 5, которые я забыл нажать. А. А. Так. My Proto. My Proto Base. Proto Trash. Давайте это назовем. Proto Trash. Вот. И здесь вот мы видим Proto Base. Замечательно. Видим тоже проблему, что мы можем ссылаться друг сами на себя. Но это уже такая advanced практика, которая, я думаю, подчинится при расширении функционала. Можно посмотреть, как это сделано в том же языке Action Script, когда не позволяется экстендиться сами на себя. Но это уже чуть другая, сложная, более сложная история. Вот. Нам нужно сейчас побыстрее реализовать некий функционал. Вот. Опять мы заходим в наш OnBuilding. Наш концепт пишем. Ладно. OnBuilding. И что мы думаем? Думаем мы о том, что, скорее всего, пользователь наш сможет написать какие-то непонятные слова. По-русски, например. Или еще каким-то образом. С пробелами. Мы бы хотели избавить его от такого поведения. И вот для этого мы сейчас научимся делать некие штуки под названием Constraints. Вот. Заходим в Default Value, Name. Ладно. Default Value мы не будем валидировать. Только Name. И вот заходим в Constraints. Выбираем наш Property Constraints. Нажимаем Enter. Ctrl-Space. Name. И вот выбираем из Valid. Замечательную такую штуку, которая должно проверять Property Valid. не давать вводить неправильные символы. Импортируем PatternUtil. Сейчас мы подумаем. И в ActionScript Behavior у нас уже готова есть такая штука PatternUtil. Она занимается как раз тем, что IsCorectStringValue. 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 Окей. Вот здесь вот мы и сделаем PropertyValue. Немножко непривычная штука то, что Return писать не всегда нужно. Но можем написать Return? Можно без него. Ну, давайте напишем Return. Хорошо. Еще одно небольшое улучшение. Теперь двигаемся дальше. Пока генерировать не будем. Protobase у нас готова. Default Value. Вот как раз вот здесь некрасиво. Давайте это как-то будет исправим. Ну, а Default Valeria нужно какое-то текстовое представление здесь сделать. И вот здесь напишем звездочку, например. Нет никаких у нас ни фунтов значений. Красиво у нас будет звездочка здесь. Вот. Также мы можем управлять всякими цветами наших ячеек. Вот заходим в Style. Стайлы. Стайлы пишем, например, какой-нибудь текст Foreground Color и укажем Dark Green. Скопируем эту штуку. И, наверное, сделаем здесь такую же, только укажем. Dark Blue. А здесь укажем, например, Dark Grey. Уже покрасивше у нас будет окей. Теперь зайдем в наш Protobase и тоже проскрасим все это дело, чтоб чуть-чуть это было поприятно на взгляд. Мы сделаем, например, это Dark Green. Давайте Dark Green, чтобы совсем не было много цветов лишних. И здесь вот Dark Green. Окей. Extends. А вот Extends. Extends. Окей. Замечательно. Замечательно. Ага. Теперь немножко взглянем на нашу полученную текст. код. Видите? И мы видим подкрашенную ошибочку. Пользователь теперь не сможет выбить русские буквы. Вот может выбить только замечательный, валидный. Он. Уилдинг. Даже пробел сразу сделает наш код невалидным. Это первое. А вот теперь еще и значение. Здесь хорошо тоже гримм сделать. Сделаем здесь тоже замечательный Dark Green. Вот. Это первое, что хотелось здесь сделать. Я ничего не делаю, потому что мы это не перегенерировали. А вот здесь вот нам нужно тайм. Тайм. Пока по умолчанию у нас используется как Proto Bass, Proto Trash и все остальное. А вот нам нужно добавить всякие линты. Это самый простой способ. Это сделать некие наши структуры по умолчанию. Добавить в наш проект. И вот для этого есть такая замечательная штука под названием Accessory Module. Сделаем так. Удалили. Подождем пока это все рифрешется. Зайдем сюда. Нажмем Ctrl. И в виденку. В виденку пишем. И вот 32. Ничего мы добавляем. И вот 32. Потом. Так. Вот. Потом. я просто дублировал. Шип-шип-шип-шип-шип. Можно более долгим путем Ctrl. Lens-стрим. А я сделаю duplicate clone root шип-шип-шип-шип-шип-шип-шип. И вот мы делаем шип-шип-шип-шип-шип-шип-шип. Вот. И пока все. Больше нам не нужно никаких титов. Ну, там можно добавить потом сколько угодно. Вот. Теперь мы заходим в наш замечательный пример. Протутрэш. И на автокомплите у нас должны появиться вот эти замечательные наши титы. Вести что-то неизвестное в природе здесь просто нельзя. Только. И. 32. Теперь мы видим значение мы здесь можем. И. Продублируем наши титы все поля. Забьем. Image. Ресурс.Ref. Окей. Ресурс.Ref. А, кстати, этот ресурс.Ref он должен быть, наверное, у нашим замечательным состайпом отцовом. Вот. Что-то вообще такое. ConfAnimation. ConfRevers. ConfRevers. Так. ConfRevers. Так. ConfRevers. Так. И. Кажется так. Окей. Так. Зайдем наш. Дальше. Вот. Так. Только Base. И. Дальше. Так. Вот. Треш. Дальше. Дальше. Здесь бы, конечно, хорошо избавиться от дублирования, но мы сейчас чуть-чуть это попозже сделаем. Чтобы пользователю подсказывать, что у нас дублирован. Так. Треш. Дальше. 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 Смотрите, вот. Здесь вот у нас есть дипунктное значение, а здесь нет. Как-то не красиво. Он сейчас на этот рейт паим. Так. Дальше. Если ввести две заглавные буквы, то у нас такой замечательный способ быстрого ввода, по умолчанию 400, работают табы, пользователь очень с удовольствием будет надевать. Так, вот, а, да, не подавлю. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok